Родион Куклин предприниматель. У него магазин электротоваров. Продает лампочки, люстры, светильники. Работает по упрощенной системе налогообложения третий год. Говорит удобнее, чем по патенту. Первая возможность – это я могу работать с контрагентами, с Министерством управления культуры, организацией государственного и частного характера. Плюс заключается в том, что вы можете намного больше продукции импортировать в Приднестровье. То есть на патенте вы можете завести на 50 тысяч рублей, на упрощенной системе вы можете завести в десятки разы больше. В магазине можно рассчитаться наличными или картой, как удобно покупателю. Предприниматель установил специальное приложение – онлайн-кассу. Через нее проводят все расчеты и сразу видят оборот. С него и платят 3% налога. Есть и термопринтер, чтобы печатать чеки. Простота заключается в том, что не надо заниматься пересчетом наличных средств. И все налоги проходят автоматически, то есть за счет того, что безнальным платежом. И простота обслуживания, что вы сами высчитываете свои налоги по стечению своей работы. Участливая за счет того, что налог и денежды заплатив в месяц, ты не нуждаешься в более других подсчетах. То есть оплата бухгалтеру, оплата другому персоналу. Плюс мы уходим от инкассации денежных средств. Помимо того, вы можете проконтролировать не только себя, вы можете проконтролировать ваших реализаторов, продавцов. Важно, если у предпринимателя несколько магазинов, термопринтер должен быть в каждом. А вот онлайн-кассу приложения достаточно установить один раз на любом устройстве. С 1 января магазины, кофейни, торговые центры, бутики, общепит, грузоперевозки начнут работать по упрощенке. Эти предприниматели будут платить не фиксированную стоимость патента, а 3% с оборота. Переоформлять документы можно сейчас. Многие патентщики уже пошли в налоговую. Это первый шаг. На сегодняшний день мы уже активно ведем прием предпринимателей, которые должны перейти на упрощенную систему. Сначала, конечно, они немножечко заходят встревоженные, потому что для них это ново. Но после того, как мы подробно разъясняем все нюансы, в принципе, у людей не остается вопросов. Но также мы им говорим, что они могут в любой момент нам в рабочее время позвонить. Мы дополнительно еще раз поясним, если что-то непонятно. Поэтому после разъяснения всех норм закона люди соглашаются, что в принципе ничего сложного в этом нет. С начала года только в Бендерах на упрощенку перешли 75 предпринимателей. Последнюю неделю идут активнее, говорят в налоговой. Лучше не откладывать это на последний день, чтобы избежать огромных очередей. А еще специально для предпринимателей работают несколько телеграм-каналов. Спецналоговые режимы для ИП, АПБ для бизнеса. Там инструкции и ответы на вопросы. Информация есть и на сайте Минфина.